В Бильцах начались работы по ремонту дороги по улице Гагарина. На данный момент идет подготовительный этап. Рабочие бригады муниципального предприятия ДРСУ производят демонтаж старых бордюров, после чего установят новые. Как сообщил директор ДРСУ Юрий Хмарный, по плану в этом году подготовить часть улицы к капитальному ремонту дорожного покрытия. Сегодня мы одна часть подготавливаем к установке новых бордюров. В правой части, если в сторону ехать в Кишинево, демонтируем старые бордюры еще с советских времен и будем ставить новые бордюры, чтобы сделать красиво, чтобы каждый граждан, который приезжает в наш город, встречали утечки с хорошей дорогой. То есть будет установлено дорожное полотно новое, значит отсюда был бывший участок, где был пост ГАИ или разделяющий обездной дороги. Юрий Хмарный добавил, что на втором этапе по данному участку дороги предусмотрена укладка асфальта и установка тротуарной плитки. Работы по асфальтированию будет производить компания «Ноу Конст», выигравшая тендер. Это первый участок работы, это здесь. Ну и кроме этого, так как это улица Гагарина все-таки, начали сегодня делать разметку. Кроме этого, другая бригада работает по Николаеву. Фризуем, готовим улицу для того, чтобы после 9 мая начать капитальный ремонт улицы Штефан-Чалмарий. Для этого нужно сделать обездную дорогу, чтобы облегчить людям проезд на данный участок. Напомним, что в прошлом году стартовала инициированная Рената Усатым программа «Пешеходный город», которая предусматривает благоустройство тротуаров и ремонт многих городских дорог. Программой «Пешеходный город» будут охвачены периферийные районы. Плиткой выложат тротуары на отрезки от круга по улице Гагарина до въезда в город. В планах мэрии отремонтировать тротуары от улицы Пушкина до Кишиневской. На улицах Болгарска, Ивана Франко, 31 августа, Садовяну, завершить улицу Когульская. На ремонт дорог и тротуаров в Бельцах в 2021 году запланировано потратить 42 миллиона 500 тысяч леев. В 2020-м на эти цели израсходовано 63 миллиона 700 тысяч леев, из которых 32 миллиона 400 тысяч леев и средств кредита.